Здравствуйте! В эфире телеканала АКТИС программа «Местное время» в студии Мария Батчина и коротко о главных темах. Чужих детей не бывает. В Ангарске состоялся форум приемных родителей. Спорт без границ. В городе Нефтехимиков появилась новая женская команда по волейболу. А теперь обо всем подробнее. В этом году в Иркутской области будет работать 96 садоводческих маршрутов. Их запустят в 19 муниципалитетах региона. Подготовку к началу дачного сезона обсудили на совещании в правительстве региона. На нем стало известно, что в настоящее время идет подготовка транспорта к обслуживанию, а также проверяется состояние дорог. Официальный запуск перевозок запланирован на 20 апреля в Иркутском районе и на 1 мая в других городах области. Всего у нас будет 96 маршрутов садоводческих зарегистрировано. Уже по 53 принято. То есть соответствует безопасности и по линии дорожного, правил дорожного движения. По 43, конечно, еще есть вопросы. И будем в этом плане наращивать усилия по созданию этих безопасных условий с точки зрения твердого покрытия. Но это комиссия будет решать. Традиционно самое большое количество садоводческих маршрутов будет запущено в Иркутском, Братском, Усольском районах, а также в Ангарском городском округе. В прошлом сезоне только льготникам совершено около 500 тысяч поездок между муниципалитетами и СНТ. В Ангарске очередной форум приемных родителей. Активное участие в нем принимают представители местного центра помощи детям, психологи, специалисты Минздрава и социальных служб. Цель – помочь опекунам в вопросе воспитания приемных детей. Подробности смотрите далее. Форум приемных родителей – это площадка для обсуждения актуальных вопросов и обмена знаниями. Специалисты и опытные приемные родители рассказывают о том, как предотвратить у ребенка эмоциональное выгорание, завоевать его доверие и стать для него лучшим другом. Ежегодно мы проводим данные форумы в рамках укрепления замещающих семей, то есть дачи им консультаций правовых. В данном мероприятии приглашены также профессионалы, специалисты перекрестка семидорог, управление образованием, управление по маложежной политике, психиатрического диспансера, где наши приемные родители смогут задать интересующие их вопросы и получить профессиональные ответы. Сегодня в Ангарском округе под опекой более 600 детей. За воспитание каждого отвечают приемные родители. Крайне редко социальные службы сталкиваются с ситуацией, когда ребенка, взятого под опеку, возвращают обратно в приют. Специалисты отмечают, что за последние годы такие случаи сократились до минимума. Наша задача – это поддержка приемных семей, профилактика вторичного сиротства. Наша задача, чтобы те дети, которые ушли в семьи проживать, они в коем случае не вернулись в государственные учреждения. Для этого проводим различные мероприятия, в том числе и вот это мероприятие, тем более это проходит в год семьи, ежегодное, достаточно значимое. Подобные форумы играют важную роль в повышении качества жизни приемных детей и их семей. Родители консультируют по вопросам медицинского обслуживания, образования, социальной и государственной поддержки детей-сирот. Также форумы способствуют формированию общества людей, готовых прийти на помощь друг другу. Егор Сорокин, Александр Черник, Местное время. И в продолжение темы. В Ангарской гимназии номер один состоялся муниципальный форум активных родителей. Участниками встречи стали более 100 жителей региона, педагогов и общественных деятелей. Мероприятие стало продолжением регионального родительского форума «Семья и школа». И школа – это тоже семья, где есть свои правила, свои традиции. И очень важно нам общаться, встречаться, обсуждать те проблемы, которые существуют, зарождать традиции, которые в каждом образовательном учреждении есть, делиться этими знаниями и опытом. Организаторы ответили на актуальные вопросы родителей, а также поделились советами, направленными на создание безопасных условий для детей в школе и за ее пределами. Иркутские таможенники изъяли ковер из шкуры медведя. Нарушительницей оказалась гражданка Китая, которая направлялась в Монголию. Женщина пояснила, что купила изделие в качестве сувенира, однако документов у нее не оказалось. Экспертиза показала, что шкура принадлежит особо охраняемому животному – бурому медведю. Гражданка Китая без каких-либо документов в дорожной сумке пыталась вывезти в Монголию полутораметровый ковер из натуральной шкуры бурого медведя. В настоящее время решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении. В Ангарском округе появилась новая женская команда по волейболу. Она получила имя «Молния». Несмотря на то, что коллектив образовался совсем недавно, у него уже есть ряд серьезных достижений. Так, недавно спортсменки заняли призовое место на чемпионате, который проходил в Иркутске. О том, что послужило толчком для появления команды и будущих планах, расскажем в следующем сюжете. Свой путь «Молния» начала в 2023 году. Будущие сокомандницы встретились на одной из любительских тренировок по волейболу. Там же и пришла идея организовать собственный спортивный коллектив. Оставалось только найти зал и заручиться поддержкой спонсоров. Сделать это получилось в короткие сроки. Стала ходить на тренировки, где нашла девчонок, которые неплохо играют, общаются. Многие даже, в том числе и я, по итогу играли за команды «Иркутска». И у меня и у девчонок пришла идея создать собственную городскую команду. В прошлом году, за летний период, мы наконец-то все собрались. Дина, одна из участниц нашей команды, поработала со спонсорами, благотворителями. Все случилось, мы заявились. Волейбольная команда «Молния» состоит из 12 человек. Это бывшие профессиональные игроки, мамы в декрете и просто любители. Признаются, чтобы добиться высоких результатов в спорте, важны не навыки, а желания. А этого у девушек более чем достаточно. На самом деле, мы все разные в нашей команде, разные возраста, разные уровни наши. Но мы собрались, волейбол нас объединяет. Я всю жизнь занимаюсь спортом, мои дети занимаются, они тоже здесь присутствуют, они тоже занимаются волейболом. И поэтому, в принципе, мы вместе здесь с семьей занимаемся. Сейчас все свое свободное время девушки проводят на тренировках. А для того, чтобы они стали результативнее, подключают парней-волейболистов. Такие смежные занятия помогают улучшить выносливость, силу, скорость и технику игры. И стоит отметить, что у «Молнии» уже есть первые результаты. В спортивном сезоне 2023-2024 команда заняла второе место на открытом чемпионате по волейболу среди женщин в Иркутске. И на достигнутом девушки останавливаться не собираются. Наталья Хмельева, Александр Черник. Местное время. Сотрудники СОБР, Управление Росгвардии по Иркутской области стали победителями межведомственного чемпионата по биатлону среди силовых структур. В соревнованиях приняло участие 10 команд из Приангария и Республики Бурятия. Подробнее в сюжете. Полное боевое снаряжение и дистанция в 4 километра. Именно такая задача стояла перед участниками традиционных соревнований по биатлону. Также спортсменам было необходимо совершить несколько точных выстрелов из автомата Калашникова и пистолета. За каждый промах военнослужащим начислялось штрафное время. Сегодня погодные условия были по-настоящему спецназовские. Дождь, проливной. В начале апреля грязь уравняла физическую подготовку всех команд на определенный уровень. Поэтому все стреляли в равных условиях. А данный турнир требует определенной подготовки. Как физической, так и волевой, так и огневой. В соревнованиях приняло участие 10 команд. К инициативе присоединились сотрудники ОМОН, СОБР, ГУФСИН и Министерство обороны. Каждый из участников доказал, что его подразделение достойно высшей награды. К слову, командиры отметили отличную огневую подготовку всех сотрудников. В упорной борьбе золотые медали и Кубок чемпионата достался сотрудникам СОБР Управления Росгвардии. Вторую и третью ступень пьедестала заняли бойцы Иркутского специального отряда быстрого реагирования «Байкал». Егор Сорокин, Руслан Ульмасов. Местное время. Такие новости к этому часу. Рыбалка едва не обернулась трагедией. В ангарском округе пожилой мужчина провалился под лед реки Китой. Об инциденте сообщили в полицию очевидцы. На помощь незамедлительно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы. Правоохранители пытались спасти утопающего подручными средствами. Однако ничего не вышло. Тогда полицейские приблизились к краю льда и вытянули обессилевшего мужчину за руки. Я живой! Я живой! В районе 17 часов получили сообщение о том, что в микрорайоне Китой из Сент-Эта Кулёк мужчина провалился под лед. Постарались прибыть на место максимально быстро. По прибытию увидели на льду людей, которые помогали в мужчине выбраться из воды. Но опасались подойти близко к краю льда. Веревка не получилась вытянуть. После чего было принято решение подползти уже на край льда. Ну и вытащить мужчину из воды. Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев принял решение обратиться к президенту страны с ходатайством о награждении сотрудников государственной медалью за спасение погибавших. И это не единственный случай за неделю, когда полицейские при Ангаре откликнулись на призыв о помощи. Так, к сотрудникам госавтоинспекции Иркутска на трассе обратился мужчина с просьбой доставить его внучку в больницу. Известно, что у ребенка была сильная аллергическая реакция. Девочка была оперативно передана врачам. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает. В Аларском районе произошло смертельное ДТП. Авария случилась утром 15 апреля. Установлено, что 50-летняя женщина за рулем легковушки пыталась обогнать грузовик, выехала на встречную полосу и допустила столкновение с КАМАЗом, а затем с иномаркой. От полученных травм виновница ДТП погибла на месте. Также женщина-пассажир в данной автомашине скончалась в автомашине скорой медицинской помощи. Кроме того, травмы различных степеней тяжести получили два пассажира в данной автомашине. Сейчас полицейские выясняют все условия и обстоятельства произошедшего. За прошедшую неделю в Иркутской области зарегистрировано 26 ДТП, в которых 4 человека погибли, 30 получили травмы различной степени тяжести. Основные причины аварий – несоблюдение очередности проезда, выезд на встречную полосу, превышение скорости. В Иркутске задержали банду вымогателей. Как установили сотрудники регионального главка МВД, в течение полугода мужчины требовали от своего знакомого отдать им 200 тысяч рублей. По мнению злоумышленников, потерпевший должен был поделиться с ними заработком с криптовалюты. За что задержаны? За подозрение, типа, вымогательство. Что конкретно делали? Ничего, заходил к человеку, спрашивал, отдал он долги, кому должен или не отдал. Во время диалога получился конфликт у нас, еще и меня задержали. По факту вымогательства возбуждено уголовное дело. Проверяется причастность банды к аналогичным преступлениям. В областном центре арестовали сотрудника муниципального учреждения «Безопасный город». Чиновника обвиняют в получении взятки в размере 500 тысяч рублей. Известно, что деньги предназначались за содействие в подготовке документов и приемке услуг, связанных с организацией интеллектуального видеонаблюдения. Подозреваемого задержали на месте преступления. Возбуждено уголовное дело. На этом у меня все. С вами была Наталья Хмелева. Берегите себя. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok